Приветствую вас всех, кто меня смотрит, с вами Николай Партийный, это игра Dark Souls, и я продолжаю, да, проходить на первом уровне без прокачки, по максимуму, естественно, использую свои знания и, естественно, облегчаю прохождение, тем самым, да, то, что строю свои логические схемы, еще различные вещи и артефакты, которые, естественно, это нам все и облегчают. Вот. Само существование в Dark Souls. Так, ну вот мы появились, естественно, в Храме Огня, вот, некоторые, естественно, мне тут говорят то, что, мол, чё я так долго прохожу игру, там, да, не сражаюсь с боссами сразу, некоторые, вот, я бы за это время там прошел бы, но выражусь таким некультурным словом, да, как говорил мне дядя, вот. С пешкой ебёт горячку. Чем быстрее бежишь, тем быстрее падаешь, как говорится. Это всё равно, что сравнить, да, вы, не знаю, быстро побежите, максимум километр, да, там, при скорости 10 километров в час. Или вы просто пешком пройдёте 10 километров, блядь. Это разница большая, да, то, что не надо никуда спешить. Быстро будешь бежать, быстрее устанешь. Вот, медленно будешь идти, сразу не устанешь и пройдёшь дольше, естественно. Это, по-моему, понятно всем. Вот. И, естественно, мы продолжаем играть. В предыдущем видео я показывал, как нафармиться на синих дракончиков, да, в долине драконов. Ибо, получается, там неплохо нафармился, там же так же можно выбить драконью чешую и ряд никаких вещей. Естественно, я бы мог там вообще не проходить и пробежать там дальше, там, этого не показывать. Но, естественно, я обучаю. Этот контент лежит на обучении, но не как, вот, смотрите, я там мастере побежал, там, показал бы, как я убил босса. Не показывал, как добыть оружие, так как легче пройти. Естественно, да, вы бы там умирали бы ещё тысячу раз, блядь. Могу на это, блядь, поспорить то, что, блядь, вы не раз бы слились, вот даже я по ошибках, на своих ошибках меня не убили, а на своих ошибках умер уже раз в 5-6. А я просто ошибся, вот, не говоря, что меня бы и с собой убили бы. Так, ну что, возьмём щит с эмблемой дракона, он защитит нас от огня. И так же поменяю кольцо. Поставлю вот пёстрое кольцо, да, немного повышает защиту от магии. А огня и молнии, естественно, нам очень хорошо помогают против горгуль. Они стреляются сами по себе огнём, естественно, да. Вот, и его поставим, короче. Вот, можно было бы на баланс поставить, да, но у меня его, естественно, нам не особо тут нужно. Так, поставим более такую, сказать, прочную броню. Вот так, ну, я думаю, это будут восточные доспехи, да, вот у них от огня больше всего тут защиты стоит. Вот, и сменим перчатки на книги полегче. Так, ну вот. Так же, обязательно лучше взять зелёный цветочек, да, чтобы, естественно, у нас было больше выносливости, она быстрее восстанавливалась. Естественно, да, нам тоже поможет, да. Почему я говорю сразу, я постепенно всё делаю, нафармиваю цветочкой. Вроде бы, да, чё они там дают, выносливости чуть-чуть побольше. Но, это уже облегчает нам прохождение. Это уже становится с этим легче. Как бы, знаете, это всё равно, что... Вы зимой, вам дадут кеды вместо сапог, блин, знаете, утеплённых, блин. Он скажет, ну, это же всё равно обувь, да, как бы, разницы никакой нет. Но тут всё зависимость друг от друга. Там, да, без части мозаики, да, вы не соберёте всю, всей картины, вы просто не увидите, не увидите всей, всей картины. Вы увидите только какие-то там части этой картины и не сложите полностью. Так, ну что, в принципе, да, вот, устанавливаю её тоже, значит. Значит, теперь надо стать человеком и можно будет призвать Солера, рыцаря, да, который, естественно, нам поможет в убийстве босса. Это NPC, естественно, Дарка. Вот, мы никого там не призываем, потому что, естественно, я на пиратки играю. У меня есть лицензия, но из-за благополучных там жопочников и этого, блин, Windows Life. У меня, блин, уже одну я диск купил, а второй, естественно, у меня есть в Steam, но что-то ещё пока не настроил. Точнее, не то, чтобы я не настроил, а там очень сложно, само по себе. Вот, естественно, если, например, там был бы Xbox или бы PlayStation, то там, естественно, всё полегче. Так, значит, обратить опустошение. Сжигаем одну человечность, благо, благо, чтобы стать человеком. Во. Теперь мы в человеческом облике и продолжаем путь. Естественно, мы, в принципе, не такие уж подвижны, но нам будет помогать Солер. Естественно, он будет отвлекать, а мы спокойненько с ними разберёмся. Во. Можно использовать пирамантию, но, я думаю, без неё, в принципе, нам особо не нужно. Там урона хватает. Да ещё и Солер там будет мешаться, да, нам кусать, чтобы нас, естественно, атаковали. Всё-таки смотрю, да, и мне очень нравится этот кабаний шлем, да, такой прям грозный, да, такой смотрится, такой, ух. Как прям племена индейцев рисовали себе маски, да, таких, как бы, демонов делали. И пугали, да, других народ, особенно европейцев, да, и тут здесь, чужеземцев, да. Они, естественно, таким образом, да, запугивали них, там, ночью приходили, там, измазывали себя всякими, там, красками и пугали. Да, естественно, те думали, что это какие-то демоны, ещё кто-то. Вот видите, да, я практически не вижу, но убиваю их, благодаря тому, то, что я наработал себе навык этого парирования. Я просто уже, не то чтобы, вижу, я просто уже по времени знаю, сколько, ну, идёт его атака, через какое время мне нужно его парировать. Вот так, значит, тут что? Тут, естественно, как бы, небольшая засада, тут ждёт нас нежить. Есть два варианта. Первое, спалить их пироманти, да, что облегчит прохождение, на расстоянии. Вот, но если у вас нету пироманти, предположим, да, там, или вы просто играете, то тут подойдёт огненная бомба. Очень полезная вещь, как я и говорил изначально, да, в своих видео. Так. Так, ага, вот огненная бомба, значит. Сразу, да, становимся тут в щите, не заходя в арку, мы просто их выманиваем оттуда. Так, посмотрим, да, вот в окошечко. Ага, вот они бегут, да? На! Минус два. Вот видите, да, как говорится, это прям как спать, да, нас мало, но мы в щите, да, может так выразиться, то, что в проходе, да, разницы нет, хоть тысяча, хоть две тысячи, да. Да, булуют, они не смогут сразу все тысячи атаковать, а только по одному. Вот, естественно, да, я их убил, они даже не дошли до меня. Потратив там, ну, может, пять бомбочек. Это, я думаю, не очень-то и много, пять бомбочек, причем, сколько у меня душ на данный момент. Так, ну, тут забираем то, что нам причитается, да. Так, бочек, черт, они меня бесят просто. Вот. Мне это очень нравится в дарке, потому что, видите, да, так вот, все сделано грамотно, да, вот, разбросанные стулья, да, типа такие старинные сидушечки, там, ну, вот, лавки, можно так их назвать, да. Вот, так и хочется, блин, пересесть и отдохнуть. Ну, конечно, этого не будет. Так. Значит, поднимаемся уже выше, да, так. В принципе, можно бы якобы там оббежать, да, их этих всех, и, естественно, тут вот ждать, пока они заберутся, и их тут убивать. Тут, я помню, тоже смотрел видео, тоже такие, как бы, умники были, но это неправильный вариант. Если вы забираетесь, так бы, то, естественно, нежить поднимается по одному, вы пока их бьете, там, да, все равно могут вас покоцать. А в проходе это самый то вариант. Так, вот тут, этот Солярис, да, рыцарь, вот он. Естественно, мы его призываем. Так, вот, призыв рыцаря Солер. Вот так. Значит, пока он там призывается, мы убираем лишнее. Это бомбы, вот тут, душу, которая, естественно, нам не нужна уже. Значит. Так, вот, да, как бы, сразу юзаем травку, да, и сейчас, естественно, идем, вот, на сражение. Солярис, естественно, намного облегчит путь. Нам главное, что, убить первую горгулю, это стратегия такая. И, естественно, да, по максимуму отрубить ей хвост, чтобы она нам не мешала, слить ее первую. А потом, естественно, можно и вторую слить. Значит, проходим чуть-чуть, хаваем травку. Опачки, заюзали, все. Так. Вот заставочка. Мне она очень нравится, эта заставка. Просто посмотрите. Красиво очень сделаны эти горгули, да. Единственное, что мне непонятно, где их глаза. Типа, броня такая, да, вот я хотя бы тоже такую броню. Вот. Оторвали хвост. Все, горгуль нету, так. Так, вот, огонь, огонь, огонь пошел, да? Ну, солярис выдержит, а мы сейчас обойдем, естественно. Видите, за один, да, смотри, сколько наношу. Да не дуй ты, сейчас сдохнешь, паду. Так, горгуль шлем, да? Ну, не дали алебарду, но... Ничего страшного. Видите, мы призвали солярисы, и нам еще дали медальку света. Это очень неплохо. Так, ну, мы, в принципе, получили, да, естественно. Вот хвост, топор, да. Естественно, можно выбить там и алебарду, чтобы было бы неплохо. Но на первом уровне, естественно, я не смогу использовать ни топор, ни алебарду. Вот, ну, естественно, если кто не выбил сейчас алебарду, ее можно выбить в Анна Лонда. Вот. Это отрубленный хвост одной из горгуль, которую охраняет колоко пробуждения в церкви нежити. И патрулирует Анна Лондар, короче. Вы можете использовать, как бронзовая секира, сильно гнется во время мощных атак. Все-таки это хвост... По природе это хвост, короче. В принципе, очень хорошее оружие, вам советую. Что алебарда, что вот этот хвост, а что, естественно, он вам дает, да. А хвост, если прокачать на огонь по максимуму, да, у него очень будет неплохо сбивать стабильность, да, естественно, там, врагам, да и героям в ПВП даже. Значит, ну, думаю, поменять уже шлем на горгуле, да. В знак того, что мы убили именно горгуль. Неплохой шлем, он весит довольно-таки немного. 3 килограмма и брони 15. По сравнению с другими, да, шлемами, даже восточные сравнить. По параметрам, естественно, может, он не очень-то много, но по броне, да, естественно, и по другим параметрам очень неплохо. Даже много самой по себе защиты. И весит 3 килограмма. Во. Тут продвигаемся уже дальше. Можно сменить шмотку на более подходящую, я бы так выразился. Видите, никакой... Тут вообще, в принципе, с горгулями никаких проблем я не вижу. Вот. Видите, очень тяжело бегаю, блин. Броня тяжелая. Так. С 90 уже 5 тысяч, почти сотня. С них, в принципе, что можно с горгуль выбить? Это щит. Это алебарда бронзовая. Это хвост горгуль. Это шлем, горгуль. Да, значит, 4 вещи. По-моему, больше ничего выбить нельзя. Хотя, я думал, поначалу можно еще и броню было выбить. Но это... Тут нету брони, короче, горгуль. Если надо, то обидно. Так. Звоню в колокол пробуждения. Первый. Так, ну все, позвонили. Вот, видите, очень просто, да, с этим сражением с горгулями. Я, в общем, не один раз толком-то не ударили, да, благодаря Солярису, который, естественно, принял урон. Так. Можно сказать, почти весь. И, естественно, с моим прокачанным оружием там наносился дамаг просто очень большой. Вот. Так, во. Тут этот... Так, ну тут можно, что у него? Отпустить грехи, да, выйти из ордера. И выучить жест. Читож, читож, ага. Так. Значит, купить предмет. Что у него тут есть? У него есть камень очищения, который, естественно, избавляет нас от проклятия, да, и снимает его. Список обвинений это тех, кто вообще, естественно, в ПВП там сражается, либо вот убивать каких-то НПС, вот как я, да, убил НПС, за мной бы приходили бы. Но, естественно, я этого не убил, этого не сделал. Косточка возвращения. Возвращает к последнему костру. Полезная вещь, естественно, тут можно приобрести. Книга виновных, естественно, это то же самое. Там список виновных, кому вы вторгаетесь, ПВП, да, синим фантомом, и начинаете там сражение. Значит, сразу, наверное, возьму себе камень очищения на всякие пожарные. Вот. И, наверное, косточка возвращения 5 штук. Ой. Да. Ну, 6 давайте, 6, да, будет нормально. Вот так. Кармическое исправление, да? Ага, вот типа, да, вот типа, кармическое исправление, видите, отменяет грехи ваши. Вот, ну, нужно 20, это, чудес, да, 20 веры, блин, и ПС, естественно, которых у меня нету. Талисман вилки. Ну, то же самое нету мне, я не смогу даже использовать, да, ее, потому что обратно нужно 16 интеллекта, блин. Естественно, так, кольца, да, у нас здесь есть, так. Значит, кольцо кровавого укуса повышает сопротивление кровотечению. Угу, значит. Так, ну что, кольцо ядовитого укуса повышает сопротивление ядом. Так. Так, жертва на кольцо ничего не теряется после смерти, но кольцо омается, значит. Очень хорошая вещь, да, особенно когда идти на босса, предположим, да, или будет на сложных локациях, где вы можете слиться, можно применить. Значит, я куплю кольцо ядовитый укус, так как на болоте, естественно, там всевозможные эти твари, да, нас, естественно, захочет убить, заразить своим говянным ядом. И, естественно, болото само потравляет, а это нам повысит шанс, чтобы мы не заразились этим ядом. Так, вот, 15 тысяч, как раз у меня деньги есть. Так, рекомендую вам тоже приобрести это жертвенное кольцо. Не ссыте, не жоптесь, блин, оно вообще пригодится вам. Я возьму тоже одно, вот. Вот, каким вы там тоже хорошим, умелым игроком не были, да, лучше возьмите 5, как минимум, да, хотя бы 3, 3 колечка, да, естественно, возьмите. Ну, я, как видите, мастер, в принципе, мне одного хватит. Но, если вы новичок, то лучше возьмите сразу 3 кольца. Вот, и не жоптесь, ой, да мне не нужно, я не солюсь. Ага, конечно. Так, значит, можно покинуть ордер, но я не стану. Так, значит, ну вот, все, видите, у меня уже денег, немного уже осталось, да, 69 штук. Вот, хотя, видите, купил вроде бы немного, да, он, видите, очень полезных вещей. По игре, естественно, нам тоже пригодится, что это кольцо там в блоктауне лазить по этому говенному. Что, предположим, в картине анимес, да, естественно, тут, которая, естественно, нарисована в Аналонде. Там тоже такие твари, все травят ядом вас, блядь, и заразиться на ура вы можете. А с кольцом, естественно, у вас больше шансов не получить дамаг с яда и, естественно, остаться живым. Ну, что я думаю сейчас, блядь, да, так. Ну, сейчас я думаю, потом пойти на демона уже, наверное, Капру. Для начала нужно дойти и показать потом, как вообще с ним полегче расправиться. Пшел отсюда. Вот. Набиваем душу, около 70 тысяч. Поздновато начал бэксайд, ну ладно. Просто идем понизу. Вот. Видите, анимация как бы сама подвинула мне этого говнюка. Во, что-то выпало, ну. Балдерский щит. Блин, лучше бы он по ножну дал, либо шлем. Мне не нужны, ну. Так, что-то я не сосредоточился. Во, держи. Держи подвобэк. Плана, вон, в принципе, я смогу уже прокачать эту меч на полностью, да, там уже будет за 200 урон. Что, естественно, там тоже очень неплохо будет. Это лучше, чем катана, в разы единственный минус, да. Радиус, да, и, естественно, выпада прямого нету. Но также, естественно, тут и плюс. Она быстрее, чем катана. И, естественно, меньше, естественно, весит и, естественно, больше ударов можно нанести. Вот. И, естественно, лучше, чем катана. 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 вот начинается что это за бэн брат эти тупые обновлениями еще бесят они за них сдохну точно куда-нибудь блин ну а то что-то прыгает предлагали мне там как-то скачать последнюю версию да ну там блин она какая-то багнута вторая версия я почитал там в комментах не особо от нее много толку плане того то что не то что она плоха то что там все так попереди она что непонятно хорош она или не очень вот так ну что делаем дальше ну тут просто продвигаемся надеюсь дракона тут не будет а хотя нам принципе не особо то нечего бояться так чё убивал посередине шлем пол воина блин нужно мне как будто ой блин дракон дракон блин успел блин я увидел что по тени ну ладно пофиг дракон убил его да и ладно тут спускаемся чтобы естественно попасть до демона каплю это короткий путь если чё вам покажу щас но никак не были который я бы принципе мог спокойно убить этого демона да там демона телец за но естественно если его убью меня лишится возможности да и лишусь возможности точнее фармить души здесь а естественно это самое легкое место где можно спокойно на фарме душ там не напрягаясь даже на первом уровне так ну что на этом естественно я закончу до свой показ надеюсь вам понравилось да видите как все очень просто и довольно таки не сложно если если вы знаете как бы стратегию да естественно так вот и своего рода тактику естественно благодаря моим до предыдущим таким прохождением да и обучением я спокойно убил горгуль может даже они меня не покоцали вот благодаря вызову солярий сада и от неких там возможностей говорится тише едешь дальше будешь на этом я закончу спасибо все всем тем кто меня смотрит и подписываться и ждите видосов